Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Гржонко. Ну вот и началась первая неделя лета, а с ней и летние новости. В частности, за радостью жителей Нью-Йорка по поводу возвращения на пляжи и парки скрывается также опасность. Ожидается, что сильная жара охватит большую часть страны, установив рекорды, которые устанавливаются уже несколько лет подряд. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, на Северо-Востоке, скорее всего, жара будет выше средней летней. В то время как Запад борется с засухами и лесными пожарами, в таких городах, как Нью-Йорк, климатический кризис принимает наиболее угрожающую форму в виде очагов жары, которые могут удушить и внезапных ливней, которые могут затопить. В знойные дни рецепт спасения достаточно прост. Природа, прохладная вода, книги и тень. В Нью-Йорке, где жизнь в основном разворачивается в общественных местах, это должно быть доступно для всех. Точно так же, как богатые и бедные пользуются метро и тротуарами, любой может воспользоваться общественными бассейнами, парками, библиотеками и усаженными деревьями улицами. По мере того, как планета нагревается, а затяжная пандемия делает собрания в закрытых помещениях рискованными, общественные места, где можно укрыться от жары, становятся необходимостью не только для отдыха, но и для здоровья. Пожалуйста, имейте это в виду, отправляясь на улицу. Законодатели штата Нью-Йорк вряд ли возобновят программу налоговых льгот, которая использовалась почти во всех крупных жилых проектах в Нью-Йорке за последние 50 лет. А это нанесет серьезный удар по застройщикам, губернатору и мэру. Губернатор Кетти Хокл настаивала на пересмотренной и переименованной версии субсидии, но она так и не получила широкой поддержки в контролируемом с демократами законодательном собрании, члены которого не хотели продлевать выгодные налоговые льготы для отрасли недвижимости перед выборами этой осенью. Субсидия, известная как 421А, является самой щедрой льготой по налогу на недвижимость в городе, которая ежегодно обходится Нью-Йорку примерно в 1,77 миллиарда долларов в виде недополученных налоговых поступлений. Она субсидирует строительство сотен тысяч квартир и кондоминиумов по рыночной цене по всему городу, в основном в Манхэттене, и обычно требует, чтобы застройщики взимали с арендаторов плату ниже рыночной. Но критики говорят, что это равносильно налоговой раздаче для застройщиков в обмен на слишком маленькое количество квартир для жителей Нью-Йорка с низкими доходами, которым в итоге порой не достается и вовсе ни одной квартиры. Застройщики, в свою очередь, предупредили, что без налоговых льгот строительство нового жилья будет слишком дорогим и может быть значительно сокращено в Нью-Йорке, в то время как цены на жилье растут. В последние месяцы строители поспешили начать работу над новыми проектами, чтобы претендовать на существующие налоговые льготы до истечения крайнего срока, в том числе в районе Гаванус в Бруклине, который в прошлом году был перепрофилирован под крупномасштабные жилые проекты. Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что направила письма о прекращении противоправных действий 30 розничным торговцам, которые, по утверждению ее офиса, завышают цены на детское питание. По ее словам, среди продавцов были как интернет, так и обычные магазины, в основном базирующиеся в Нью-Йорке. По словам Джеймс, один розничный торговец Брунксе брал 18 долларов за готовую к употреблению бутылочку формулы объемом 32 унции, которая раньше продавалась за 12 долларов. Другой розничный торговец брал 60 долларов за банку в 20 унций, которая обычно продается за 45 долларов. Закон Нью-Йорка о взвинчивании цен запрещает любому участнику цепочки распределения продукта, включая оптовых и розничных продавцов, взимать бессовестно завышенную цену за товар, когда запасы недостаточны или рынок нарушен каким-либо иным образом. Любой нарушитель закона может быть оштрафован на 25 тысяч долларов и более за каждое такое нарушение. Ранее город Нью-Йорка объявила введение чрезвычайного положения из-за нехватки молочных смесей, что позволяет городскому департаменту защиты прав потребителей наказывать розничных продавцов за взвинчивание цен. Власти города и штата просят потребителей сообщать о всех подозреваемых правонарушителях. Корпорация экономического развития города встретилась с жителями и лидерами Кони-Айленда, чтобы предоставить обновленную информацию о паромном сообщении, которое агентство изначально стремилось запустить в 2021 году. Чиновники заявили, что проект отложен на неопределенный срок, поскольку они оценивают, сколько еще нужно работ по углублению дна. «Жителям Кони-Айленда нужен паром, и мы продолжаем настойчиво работать над достижением этой цели», заявила пресс-секретарь EDC Регина Грэм. «Мы продолжаем реагировать на запросы и проблемы сообщества, изучаем все варианты паромной посадки, которые максимизируют эксплуатационную безопасность, доступ и пассажиропоток. Мы продолжим работать в партнерстве с жителями и с нетерпением ждем возможности держать их в курсе дела». Жители Нью-Йорка с ограниченными возможностями и их защитники раскритиковали устаревший и нелепый процесс, который требует, чтобы существующие и новые пользователи городской услуги паратранзита проходили личную оценку соответствия требованиям. Они говорят, что заставлять больных людей выполнять физические упражнения, чтобы получить места в паратранзитных средствах Аксесса Райт, унизительно и совершенно не нужно, когда в других юрисдикциях достаточно просто удаленных проверок и официальной документации. Прошлой осенью МТА возобновила проверки в оценочных центрах Манхэттена, Бронкса, Бруклина и Стейтен-Айленда, где заявители должны были явиться и доказать, что они имеют право на поездки на паратранзитных транспортных средствах, которые обеспечивают доставку от двери до двери по той же цене, что и автобус или метро. По всей стране, да и по всему штату удаленная оценка является стандартной, потому что есть такая вещь, как интернет, которой вы можете воспользоваться. Это заявил совету МТА Джозеф Рапопорт, исполнительный директор Бруклинского центра независимости инвалидов. Но здесь МТА полагается на дорогостоящую систему личного общения, разработанную для того, чтобы затруднить получение одобрения. В свою очередь, представитель МТА сказал, что агентство обнаружило, что часто записи врачей бывают мошенническими, поэтому агентство требует подтверждения инвалидности медицинскими работниками. Это был выпуск городских новостей. И с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Редактор субтитров А.Семкин